В этой больнице, которая находится в столице Йемена, часто случаются отключения света. Из-за этого аппараты для диализа перестают работать. «Как только приехал в больницу, начались проблемы. Аппарат для диализа отключился во время процедуры. Сказали, что он не будет работать. Почему? Потому что нет света». При отключении электричества в больнице запускают генератор. Однако он тоже работает недолго, поскольку заканчивается топливо. Тогда врачам приходится перемешивать кровь вручную, чтобы не образовывалось сгустков. «Мы вынуждены перегонять кровь вручную, чтобы не случилось застоя. Мы прилагаем все силы. Призываем власти постараться помочь людям». Север Йемена находится под контролем повстанцев-хуситов, которых поддерживает Иран. Они захватили территории страны в конце 2014 года, включая Исану. С тех пор здесь страдают от острой нехватки топлива. В последние три месяца импорт бензина, водяных насосов и разнообразных товаров резко сократился из-за пандемии. Это ещё больше усугубило гуманитарный кризис. В настоящее время около 80% населения страны зависит от гуманитарной помощи. «У нас нет необходимых лекарств и аппаратов ИВЛ. Как нам лечить пациентов с COVID-19, когда нет даже базовых вещей? Более того, в Адыне распространяются инфекционные заболевания, такие как лихорадка, денги и малярия». Хуситы обвиняют коалиционное правительство, которое контролирует остальную часть Йемена, в том, что оно не даёт коммерческим судам заходить в северные порты. Однако коалиция, контролирующая водное и воздушное пространство, говорит, что хочет избежать контрабанды оружия. Недавно Хуситы в знак протеста приостановили полёты гуманитарных грузов от ООН в САНУ. Это стало большим ударом по больницам, которые также должны реагировать на пандемию коронавируса. Наблюдатели отмечают, что тестирование на COVID-19 в стране почти не проводят. По их мнению, вирус распространяется здесь бесконтрольно. Пока на территориях коалиционного правительства официально подтверждено около 2000 случаев заболевания и 586 смертей. Хуситы с 16 мая не предоставляют статистики. До этого они сообщали о четырёх заболевших и одном умершем.